Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи долгое время стремились создать голограммы, которые генерируют компьютер, но этот процесс требовал наличия суперкомпьютера, который бы выполнял моделирование физики, что отнимает много времени и выдает менее фотореалистичные результаты. Теперь исследователи из MIT разработали новый способ получения голограммы мгновенно, а метод, основанный на глубоком изучении, настолько эффективен, что может работать на ноутбуке. Раньше ученые думали, что при существующем оборудовании потребительского класса невозможно выполнять вычисления для 3D-голографии в реальном времени, отмечает Лианг Ши, ведущий автор исследования и аспирант кафедры электротехники и вычислительной техники, ИСС, Массачусетского технологического института, MIT, Ши считает, что новый подход, который команда называет «тензорной голографией», поможет достичь этой цели быстрее. Это поможет создавать голографию в 3D и VR, они использовали глубокое обучение для ускорения компьютерной голографии, позволяя генерировать их в реальном времени. Команда спроектировала сверточную нейронную сеть, технологию обработки, использующую цепь тренируемых тензоров, чтобы грубо подражать тому, как человек обрабатывает визуальную информацию. Обучение нейросети обычно требует высококачественного набора данных, которого раньше не существовало для 3D-голограммом, команда создала пользовательскую базу данных, состоящую из 4000 пар изображений, генерируемых компьютером. Для создания голограммом в новой базе данных исследователи использовали сцены со сложными и переменными формами и цветами, с равномерным распределением глубины пикселей от фона до переднего плана, а также с новым набором расчетов на основе физики для обработки окклюзии, обучаясь на каждой паре изображений, тензорная сеть подстраивала параметры собственных вычислений, последовательно повышая свою способность создавать голограммы. Полностью оптимизированная сеть работала на порядок быстрее, чем физические расчеты, читать доли физики создали аналог черной дыры и подтвердили теорию хокинга. К чему это приведет? Морские слизни отрезают себе голову, чтобы регенерировать новое тело аборта и наука, что будет с детьми, которых родят.